Всем привет! Я сегодня хочу с вами поделиться моим впечатлением о трилогии PAN автора Сандра Реньена. Состоит из трех книг. Это указанное Пророчеством, Темное Предсказание и Наследница Дракона. Оформление у этой серии просто потрясающее, а корешки составляют название этой серии PAN. По-моему, очень круто. Основные действия происходят в Лондоне нашего времени, а главной героиней является полноватой, не слишком симпатичной ученицей колледжа Фелисити Морган. В один прекрасный день в этом колледже появляется новый ученик Леандр Фитцмор или просто Ли, и именно с этого, конечно же, и начинаются все приключения. Пока все девушки колледжа мечтают встречаться с Ли или хотя бы достать свое внимание, он начинает настойчиво почему-то общаться с Фелисити, хотя она является лузером и считается не самой симпатичной, но, естественно, это не просто так. Для этого есть определенные мотивы, про которые нам, собственно, рассказывают в самых первых строк книги, но я все же не буду вам их рассказывать, чтобы не спойлерить. Первая со страниц первой книги у нас абсолютно обыкновенная жизнью колледжа, где появляется новый ученик, и только после этих ста страниц мы с вами погружаемся в фантастику, мир драконов и эльфов. О, да, здесь снова эльфы, кто не знает, у меня к ним какая-то почему-то трепетная и особая любовь, возможно, все дело в очаровательных застренных ушках или голубых глазах, я не знаю, но суть в том, что для меня это был определенный плюс в сюжете, потому что я очень люблю эльфов. Конечно же, тут есть любовная линия, которая вроде бы как идет по классике, что у моего попрощительный парень начинает почему-то ухаживать за дурнушкой, заезжает за ней на шикарной машине и все в этом духе. Но наша главная героиня Крепкий Орешек и не влюбляется в этого парня с первого взгляда, и даже сотого этого не происходит, и тут просто аплодисменты, мне кажется, я влюбилась в Ли быстрее, чем Фелисити. В целом, не сказать, что у книг какой-то очень большой темп, но, однако, читать интересно, слог приятный, с юмором, и, в общем-то, постоянно что-то происходит, но событий, знаете, от которых прям захватывает дух и хочется хвататься за сердце, тут почти нет. Но, повторюсь, читать все равно интересно, и окончание первой и второй книги просто заставляет себя продолжить чтение, потому что буквально последние строчки это бум. Тут больше преобладает описание обычной городской жизни, чем фантастических будней, потому что, знаете, так бывает у героев, что их нормальная жизнь, учеба, работа, все просто уходит на десятый план, и они погружаются в свои приключения. Здесь же, наоборот, фантастика вплетена в обычную жизнь, а не наоборот. Автор, как мне кажется, создала необычный мир, и эти путешествия во времени с капелькой истории всегда освежали. Это трилогия, я думаю, отличный представитель Янка дал к литературе, я с удовольствием провела с ней пару вечеров. Она легкая, ненавязчивая, не тяжелая на восприятие, но интересная серия книг, и это именно то, что я всегда ищу в Янка дал к литературе. И это был весь мой обзор на серию книг ПАН. Надеюсь, что вам понравилось это видео, а купить эти книги вы можете на лабиринте. Напишите, читали ли вы эту серию, заинтересовала ли она вас может. В общем, давайте обсудим ее внизу в комментариях. А я вас всех очень люблю, желаю всем отличного настроения, и пока!